Привет, друзья! В этом видео вы узнаете о самых распространенных убеждениях касательно денег, которые мешают вам стать богатыми. Эти убеждения преследуют нас с самого детства, на них мы воспитывались, и именно они не позволяют нам разбогатеть. Если вы не разрушите их, богатым вам точно не стать. Досмотрите это видео до конца, и ваш первый шаг к финансовой независимости будет сделан. Инстардинг представляет 10 ошибок, которые стоят больших денег. Первая ошибка. Принимать советы касательно денег от людей, у которых их нет. Окружающие вас люди всегда будут знать лучше вас, как потратить ваши деньги. Так было и будет. Нам часто дают советы друзья, родители, коллеги, люди, которые сами испытывают трудности в финансовом плане. Их мнение можно просто выслушать, но не прислушиваться. Если хотите стать миллионером, слушайте советы того, кто уже заработал миллион, кто богат и финансово независим. А если хотите стать водителем, учитесь у водителя, но никак не наоборот. Вторая ошибка. Не считать деньги. Если вы еще не миллиардер, который замучился считать деньги, вам срочно нужно ввести учет расходов и доходов. Деньги любят счет. Когда вы ведете учет, то более рационально смотрите на ваше финансовое состояние. Вы поймете, на что вам нужно прекратить тратить деньги и как сделать так, чтобы увеличить доходы. Если вы не контролируете деньги, деньги контролируют вас. Третья ошибка. Я мало зарабатываю, мне не с чего копить и откладывать. Запомните, откладывать могут все, только одни люди больше, а другие меньше. Даже если вы по уши в долгах и кредитах, вы должны в первую очередь заплатить себе, а потом уже остальным. Если вы будете откладывать всего лишь 5-10% от суммы, которая проходит через ваши руки, вы этого даже не почувствуете. Но если и 5% для вас много, отложите 1%. Но отложите. За несколько месяцев у вас соберется приличная сумма. Эти деньги будут для вас подушкой безопасности и придадут вам уверенность. Запомните, 100 рублей это лучше, чем ничего. По статистике, большинство миллионеров работали на обычной работе. Просто они умели откладывать часть зарплаты, а впоследствии вкладывать. Четвертая ошибка. Чтобы стать богатым, нужно рано вставать. Это ложное убеждение. Можно вставать и в обед. Чтобы стать богатым, нужно просыпаться с хорошим настроением и заниматься любимым делом. Когда вы будете заниматься тем, что вам нравится, вы будете проводить время с удовольствием, и вы без особых усилий сможете быть продуктивнее остальных. Пятая ошибка. Чтобы инвестировать, нужны большие деньги. Это не так. Можно начать и с малых. Яркий тому пример – криптовалюты. Вложив 100 долларов в биткоин в 2013 году, вы бы получили 18 тысяч долларов в 2017 году. В наше время нет ничего невозможного. Кто ищет, тот всегда находит. Шестая ошибка. Заработать большие деньги можно только тяжелым трудом. Если вы будете жить с таким убеждением, так и будет. Для вас всегда заработок больших денег будет казаться чем-то очень тяжелым и нереальным. Все зависит от того, как вы относитесь к этому. Если вы разрушите это убеждение, перед вами будут открываться такие возможности, о которых вы раньше и не догадывались. Генри Форд сказал, лучшая работа в мире – это высокооплачиваемое хобби. Седьмая ошибка. Чтобы начинать заниматься благотворительностью, нужно много зарабатывать. У большинства людей логика такова. Если у них самих мало денег, значит и нечем делиться с другими. Но это ложь, поскольку всегда есть люди беднее вас, кто нуждается в деньгах, в еде и в любой другой помощи. И опять же, отдавать, как и откладывать, могут абсолютно все. Только кто-то 100 рублей, а кто-то 100 тысяч. Перестаньте прятаться за отговорками. Благотворительность – это очень важно. Она питает духовную сторону. Если вы будете бедны в душе, то вряд ли вы будете себя чувствовать по-настоящему богатым человеком. Восьмая ошибка. Я решу все проблемы, если у меня будет больше денег. Если не научитесь правильно распоряжаться теми деньгами, что у вас есть, то большее количество денег только усилит ваши проблемы. Не зная финансовой грамотности, человек, получая большие деньги, тратит их безрассудно. Покупая новую машину, ненужную технику, он совсем не задумывается об инвестициях и сбережениях на случай непредвиденных обстоятельств. Чем больше денег у человека, тем больше у него расходов. И когда он теряет постоянный источник дохода, платить по счетам становится невозможно, и человек залазит в долги и кредиты. Он опять начинает думать, что если у него будет больше денег, то это решит его проблемы. И если вы не осознаете реальную причину, почему у вас нет денег, то проблемы останутся. Это замкнутый круг. Девятая ошибка. Имея деньги, человек развращается. Деньги – это очень большая проверка человека на духовную зрелость. Да, деньги очень меняют людей, но все зависит от того, в чьих они руках. Деньги – это сила и власть. Они вселяют огромную уверенность в человека. Но вы чаще встретите злого бедного человека, чем злого богатого. Десятая ошибка. Деньги – это зло. Немедленно избавьтесь от этого глупого убеждения. Эту фразу наверняка сказал самый нищий и несчастный человек в мире. Деньги – это добро. С помощью денег вы сможете спасти бездомных. Вы сможете спасти детей от тяжелых заболеваний. С помощью денег вы сможете построить приют или больницу. С помощью денег вы сможете обеспечить лучшее будущее для себя и своей семьи. Разве с помощью зла можно все это воплотить в жизнь? Друзья, надеемся, это видео поможет вам изменить отношение к деньгам и прийти к поставленным целям. Если вам понравилась данная рубрика, поделитесь этим видео с друзьями, подпишитесь на наш канал Инстардинг, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, и обязательно поставьте лайк. Спасибо всем за просмотр. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!